...место, чтобы при наклоне туловища ваши кисти попали четко на стопы. Ну вот, например, вот так. Движение выполняется очень мягко, без напряжения. Вот таким образом. Эта форма называется форма стопы вовне. По времени можно массировать одну минуту, две минуты, или даже три минуты. Вторая форма называется стопы вовнутрь. Третья форма стопы на себя. И четвертая форма стопы от себя. И можно повторять несколько раз. И вот эти четыре формы. И пятая форма. Когда вы скрещиваете две ноги, накладываете одну ногу на другую. И очень мягко надавливаете. И поменяем ноги. Можно встряхнуть. Имеет смысл поработать с пальчиками. Потому что на пальцах есть биологически активные точки, которые соответствуют нашей голове. И фактически, когда мы массируем пальцы, мы массируем все то, что есть в нашей загруженной, думающей, постоянно голове. Вот, если рассмотреть стопу, то что мы здесь можем увидеть, кроме стопы? Ну, стопу и увидим. Но, если у вас есть какие-то элементарные знания о том, что на стопе есть проекция всех наших внутренних органов, органов грудной клетки и половых органов. Вот, если нет этих знаний, я вам сейчас немного об этом расскажу. Значит, можно посмотреть на стопу таким образом. Здесь у нас будет голова, здесь органы грудной клетки, это область живота и пяточка, это будут половые органы. И плюс к этому вдоль края стопы проходит позвоночник. Поэтому, когда мы массируем, даже не зная этого, хотим мы или не хотим, мы воздействуем и на внутренние органы, на органы грудной клетки, на голову, половые органы и воздействуем на позвоночник. Соответственно, вот, эта часть стопы будет шейный отдел, следующая часть это грудной отдел, поясничный отдел, крестец и копчик. Поэтому, вот, в тайском массаже воздействие на весь организм начинается уже со стопы. Следующий элемент, он очень простой, здесь не имеет смысла напрягаться. Ну, представляете, что вот, вы раскатываете тесто, как вы каталкой. Здесь вы делаете то же самое. Но при этом, смотрите, что происходит. Мышцы, которые находятся в этой области, они массируются в ваши ноги. Естественным образом расслабляется тазобедренный сустав. Расслабляется коленный сустав. И расслабляется голеностоп. Помимо этого, у нас еще есть с вами пальцы, кисти. И слегка делаем массаж. Все очень естественно, все очень просто. Затем, легкими движениями, мы расслабляем голеностоп. И снова начинаем делать мягкий, легкий массаж ступеней. Обратите внимание, что ступню мы с вами массируем второй раз. И как вы помните, что на ступне есть проекция внутренних органов, это значит, мы снова начинаем воздействовать на весь организм в целом. Наташа, ты чувствуешь уже воздействие? Она уже чувствуется. Все. Воздействие идет. Вот. Вообще в тайском массаже, на мой взгляд, не стоит напрягаться. Все ваши движения должны быть легкими, текучими. Это такой своеобразный танец восточный. Когда вы просто протекаете. Сейчас мы перейдем из этой позиции в следующую. После этого я покажу вам, как это происходит на другой ноге. Вот мы делаем такую же растяжечку. Затем меняем позицию. И обрабатываем любимую область всех женщин. Это очень полезный прием. Боремся с женским целлюлитом. Есть очень простые упражнения. Например, вот это. Здесь фактически вы не должны напрягаться. Просто подставляете свои стопы к ягодицам. Своей партнершей. Я отклоняюсь назад. Слегка тяните ногу на себя. Совершенно безопасное упражнение, но приятное. Вот такие круговые движения они просто необходимы во время массажа для того, чтобы слегка расслабить область тазобедренного сустава. Следующее упражнение тоже очень простое, легкое. Вы снова работаете ногами. Тоже приятное упражнение. Еще раз повторяю, все вы делаете легко, без напряжения. После этого делаем снова такое вращение. И складываем ногу в треугольнички. И прорабатываем вот эту область. Используем прием лампочка. Складываем руки таким образом. Очень мягко, без сильного давления на тело партнера. Производим пламенание. Здесь более такие интересные приемы. Здесь можно поработать локтями. Усилить, так сказать, воздействие. Можно, так сказать, для затравки показать еще небольшую мануальную скруточку. Локоть вы ставите на ягодичку. Второй урок на плечо. Бросите своего пациента вдохнуть. Вдох. И на выдохе делайте такую легкую скрутку. Если в поясничном отделе есть какие-то подвывихи, то в этом случае позвонки встают на место. Старайтесь этот прием делать очень аккуратно и осторожно. Все те же самые массажные упражнения вы проделываете с другой ногой. Если вы работали с правой ногой, значит, прорабатываете еще левую. Если с левой, то, соответственно, правую. На востоке существует такое правило. Если вы работаете с женщиной, то начинаете сначала работать с левой ноги. Если вы работаете с мужчиной, то начинаете работу с правой. Соответственно, что вторая нога будет, с которой вы будете работать, это левая у мужчины и правая у женщины. И несколько приемов в работе с двумя ногами. Одну ножку вы ставите и делаете ее опорной. В данном случае опорная нога левая нога. Заводите ноги партнера. И как опорой служит здесь левая нога и прорабатываете снова. переходим к следующему приему. Из этой позиции мы можем совершенно спокойно производить надавление сверху вниз. И приходим к животу. И в Таиланде, и в нашей школе мы считаем, что массаж живота это достаточно серьезная ответственная тема. И для того, чтобы делать массаж, необходимо хотя бы практиковать несколько лет, два, три года или четыре года. Поэтому в данном массаже мы ограничимся просто поглаживанием мышц живота для того, чтобы их расслабить. движение делаем легко, непринужденно, совершенно не думая куда и как нажимать. Наша задача просто производить такие легкие мягкие прикосновения для того, чтобы расслабились мышцы живота. При этом мы никоим образом не воздействуем на внутренние органы. то же самое касается и грудной клетки. Но что необходимо сделать, это может быть легкими такими надавливаниями проработать грудину и остановиться в области вилочковой железы. Вилочковая железа находится на расстоянии вот четырех пальцев, если вот поставить таким образом указательный палец еще поставить три пальца и вот область мизица, здесь находится вилочковая железа. Вилочковая железа отвечает за иммунную систему человека. На нее стоит обратить внимание и помассировать 15-20 секунд. А сейчас мы переходим с вами к массажу руки и кисти. очень мягко работаем с рукой, особенно с плечевым и лучезапясным суставами. Ни в коем случае не нажимаем на локтевой сустав. Сейчас встряхнем руку и переходим к массажу кисти. На кисти, так же, как и на стопе, есть проекция всех наших внутренних органов. Если возьмем пальцы, это голова, область возле основания пальцев это грудной отдел, середина ладоней это область живота, так же внизу находится область половых органов. Поэтому, воздействуя на кисть мы воздействуем снова на весь организм в целом. Прорабатываем каждый пальчик в отдельности. мизинчиком мы захватываем палец кисти своего партнера и вторым и раскрываем вот таким образом ладонь. Эти пальцы у нас находятся с внешней стороны ладони. И производим достаточно такое слегка жесткое обдавливание всей ладони. На кисть можно потратить от 5 до 10 минут по времени. Для информации правая рука или правая кисть у нас соотносится с левым полушарием. А левая с правым. Поэтому ...